Повестка дня заседания рабочей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав традиционно включала в себя вопросы, касающиеся рассмотрения персональных дел. На комиссию пришла мама, ребенок которой находится в центре преображения. Желание забрать сына велико, но пока все условия, поставленные комиссией, выполнены не в полной мере. Она устроилась на работу и нашла жилье, а вот за помощью невропатолога не обратилась. Вам было рекомендовано продолжать навещать мальчиков в преображении, представить справку с места работы, представить справку от врача-нарколога и обратиться к врачу-психоневрологу и представить нам справку о назначении вам лечения. Вот все материалы есть, кроме справки от врача, что вам назначено лечение. Вы нам что-то поясните по этому поводу? Мне просто нужно попасть в какую-то ситуацию в жизни, что мне просто период был, чтобы хотя бы устроиться на работу, мне были свои деньги и жилье. Как вы все понимаете, я приезжая, мне сюда привез муж. Я приехала по документам, ясно и видно, что я приехала в 2016 году в сентябре. Мы проживали с ним совместно с детьми. С детьми сидел постоянно, я нигде не работал. Комиссии было принято решение продлить нахождение ребенка в реабилитационном центре, а маме выполнить последнее условие – начать курс лечения у соответствующего специалиста. К этому делу члены комиссии вернутся 29 августа. В следующем рассматривался вопрос отца, в отношении которого было возбуждено дело об административном правонарушении. Вы с июня 2017 по 13 июля 2017 были в запойном состоянии. Нигде не работаете. 19 июля в ходе словесного конфликта вы нанесли своему сыну Гаврикову телесные повреждения. Из-за чрезмерного употребления спиртного не контролируете свои действия. И на данный момент, на момент составления протокола находились на лечении. Это так? У отца пять детей. Он официально не работает с 1992 года. По его словам, занимается предпринимательской деятельностью. Свою вину за несоблюдение родительских обязанностей и ненадлежащее отношение к своим детям признал. Все, что видели дети, все, что слышали, когда вы показываете около шеи, вы занимались и были в запойном состоянии, это было очень плохо. Поэтому мы вас предупреждаем, уважаемые члены комиссии, ставим на учет эту семью многодетную. В ходе работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав было рассмотрено более 40 персональных дел. К некоторым из них контролирующий орган вернется и на следующем заседании. Алла Сталаева, Денис Петров, информационная программа «День».